здарова ребята сегодня хорошая погода это новый день и новая серия на канале мозаидейли и к чему я про погоду такую погоду я обычно езжу на гольфе но сегодня я сижу бмв и почему потому что я собрался убирать свой развал сзади и который прошлый владелец готовил дня для пневмы поэтому я еду сейчас игорю одиевичу там где хорошая развал срождение и не только и будем пытаться устранять развал надеемся что болты будут крутиться если нет все короче мы на месте это применит самый страшный страх был то что ничего не будет но ребята там с того что все крутится у нас было три года назад или два года назад новая серьезно поэтому вот так вот сейчас будем взмогаться значит вы походу надолго ну короче буду держать в курсе три штуки с каждой стороны и все они открутились да ладно да ладно этой бессе можно ставить памятник короче шайбы на развале кто-то поставил обратной стороной и сейчас мы пытаемся поддомкратить но под редуктор нельзя потому что не блога надеюсь тачка наверхами согнется хотя бы если вроде крепки и справить это все то что нахуй вертили раньше ну не мы не мы для тех кто не сарит как и я короче вот тут туда спорить тут должно быть то же самое получается смотрела сюда и это нихера неправильно с другой стороны смотрите ток туда что можем сделать можно подумать так не так же нет чтобы он поехал по нового не надо купил болты кстати кто не в курсе развал сзади был 330 это было примерно градусов ну походу все опустили короче там стало два надо там сделать два так ребят все я уже на ходу короче сзади два градуса сделано по схождению сделали максимум который возможно ну типа коррекция все равно нулевая то есть резину сжать не будет как они жало раньше но будем делать все в завод поэтому нужно купить развальные болты и развальные шайбы и также оригинальные гайки потому что они тут без возможности прокручивания и после этого снова едем туда же и уже прочим все в ноль в завод короче но именно по схождению но развал не знаю оставим или двоечку или может быть сделаем градус допустим также были приобретены приятные ништяки короче у нас есть приборочка дизельная и там даже фонари задние на купе обычные стоковые с оранжевым но пусть будут реально пусть будут как обычно огромное спасибо игоря девичу и паша развальщику все как обычно с кайфом весело и круто и качественно скоро еще увидимся а сейчас поеду на улицу пинскую там надо пообщаться с одним из топового до граффити им нужно граффити а я умею и это уже сразу следующий день и я уже спускаюсь его потому что вчера приехали болты шайбы и гайки вот у нас болты гайки шайбы сразу говорю шайбы и гайки орига болты не орига но я позвонил паша вчера развальщик он сказал годится все выставится поэтому в скором времени выставим идеальный развал схождения на бейсе а пока что я в гольфе и еду в авто посмотрим что там происходит может что-то подсниму короче что заехал в авто переобулся главное не переоделся и буквально за полчаса у турбины появились друзья это генератор и прыщем немножко фонов продолжаем оформлять стены а тут он приехал снова и мы сейчас будем там теперь же на бампере рисовать дорабатываем 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 дизайн тачки и потому что губа здесь будет резиновым короче пищка гонка самогонка погнали ну что теперь вот так вот теперь она у нас вся такая в трайбл стиле прикольно и и и и и и и опа все они уже не в гольфе они уже в бмв и я выдвигаюсь игорь егиевич и пашку будем делать хороший развал схождение максимально здесь брать там еще и схождение в завод вести его я будет красота как ехать хорошо сейчас хорошей на самом деле это уберется жар резины не нужны на внутренней части и так далее да и нахера мне этот развал на самом деле прошлый владелец делать развал для того что он хотел потом ставить не мы-то это не собираемся нам всякие пневмопоем абсолютно ни к чему а я вот еду а там хуяк и купарик купарик а и пропустил ладно несут 36 также у меня там лежит фара наибицу сзади крыло наибицу и там лежит приборка помните игорь девич металл приборку дизельных подкинул показывает еще больше ерунду чем моя наверное надо прошивать не знаю напишите в комментариях может на шаре решился приборки и шлюса как-то адаптируются или или что с этим делать вообще какие-то такие дела все заезжают ребятам на станцию и испарите кстати сколько у меня топлива в баке давно такого не было ой-ой-ой меньше середины офигеть вот это поворот тот момент когда от этого реально кайфуешь они не рады этому вот такая ситуация бывает да неожиданных короче я за рулем сказали поездить минут десять покататься прикататься чтобы солен блоки встали на свои места нормально сзади уже на опущенной машине минус 1 0 мы вряд ли сделаем без колец этими рычагами но типа минус один ребятка вон офигенно выбрал я для покатушек на десять минут район новый баровой копишь а я вам скажу что очень клевый райончик с виду но учитывая сколько здесь еще не заселено квартир тут столько машин уже стоит повсюду и на парковках и вдоль дороги то мне кажется конечно с парковочкой здесь будет как всегда проблема пожалуйста три вертолета пусть летят прикольно но райончик красивый по за розиру все ребята выехал от паша и игоря короче после раскрыл после поездок все устаканилось все утрамбовалась теперь у нас короче прошлый раз было минус два с половиной градуса развал теперь минус 2 но и схождение вывели максимально в то что можно и короче ну сейчас типа никакого жирания резине будет из-за развала и из-за схождения и так далее и тому подобное короче теперь будет катаемся дальше все осталось найти сцепление от m57 d1 3 литра дизель и тогда наверно все а ну типа с большего а ну и короче мечты со стартером все-таки со стартером после ремонта какие-то вопрос не есть потому что она я типа просто дачку сейчас а приехал ваша и все делает ну короче туда-сюда почистил клемма не помогло потом что катал покатал и на передаче и до типа запустилась надо сейчас будет обратиться с вопросиком человек передел мне стартер что такое может быть еду в марта на базе короче сейчас чем займусь начну сразу же подготовку крыла по сухонечку я вы просто пока перемотаю а потом уже гадюк под крыжу но у него там под шпатруем что нужно и еще раз перетрыл можно будет красить чтоб короче сохранить времени вот и достаем крылышко снимаешь так я сегодня снова в мв а это означает что в пятнице болит дороге точнее прошел нормальный я не проебался люди есть советский автопром присутствует немецкий автопром присутствует пацаны вон фильме-то смотрят в фонде короче все здесь вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти открываются вот так А это верхняя часть В салоне тоже здоровенный планшет Наверное, что вы не увидите? Ну, как-то так Блин, смотрите, прикольно Очень прикольно Очень такой вытянутый Вроде бы и низкий, но длинный пипец Ну, низкий по крыше Интересненько, интересненько это выглядит машинка Оптика тоже горит, получается вот так Вот так целиком И вот так Как вам? Знаете, сколько он стоит? Напишите в комментариях, пожалуйста, ребят, сколько он стоит Предисловие Вот эта вот машина Вот эта вот машина Fenix G35 И также Subaru STI И еще какая-то у них в банде тачка А Lexus E250 Это все у нас китайцы скупают Прикольные тачки Ну и не у нас Как видите, это праворульная Это тоже праворульная На казахском учете Сильвия А это у нас на российском учете Вот И, короче, ну, реально Китайцы молодцы Очень круто Развивают тут такую свою ЖДМ-тусовку И вот это вот Свежее пополнение в их банде Toyota Crown Вая Чисто лухари Затина в выхлопе при этом Короче, вот так вот Тихенько работает 3G Или 3GR Короче Тоже Может, то шарит там за крауны Напишите в комментах Ну, прикольно Тихенько работает Но выхлоп приятнее Дайте еще выхлопа Дайте еще Экзост 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 Да, ты можешь Нет, нет, нет Мне очень напомнил Звук финика Прикольно Какая красотечка Лайтовая зеленая подсветочка Как всегда Красиво Красиво Чисто лухари Ребят, и пожалуйста Пишите побольше комментариев Потому что прям огорчает Снимаешь видосы И типа выхлопа особо нету Приятно читать ваши комментарии И ставьте лайки И до скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok